приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топе games и да это довольно необычное видео потому что давненько я не обращал внимание на кратер но уже все практически знают что 15 сезон грядущее обновление у нас связано с кратером поэтому готовится подготавливаться максимальным обновлением нужно прямо сейчас понятно что турниры и все что здесь есть нужно проходить я думаю что если есть немножечко времени обязательно занимайтесь прохождением турнира ведь это наверно крутое прибавление ну можно так искать и в огнестреле в броне и в редких ресурсах ребят не забудьте сразу же поставить лайки написать комментарии это неимоверная поддержка ну естественно мотивация для снятия еще больших видосов и конечно хотелось бы сказать что 15 сезон в премиум аккаунте разыграется между теми кто подписался на канал лайков и комментировал хотя бы один ролик но чем больше роликов вы лайкали комментировали тем больше шансов вас выиграть поэтому ребят дерзайте премиум аккаунт плюс 10 уровней донатные монеты и только и там все очень красиво я залетаю в турнир начну я с красных локаций но у нас ребят сегодня уже не просто видео в котором мы будем проходить турнир я также сегодня расскажу все известно что у нас будет на пятнадцатом сезоне естественно у нас есть очень свежочайшие информация прямо можно сказать пылу жару естественно ну я думаю что может кто-то уже об этой обнове и об этой инфе знает погружаясь реально в сосновую чащу вы имеете возможность получить довольно таки успешное прохождение турниров я не уверен что сейчас я возьму первое место потому что давно очень давно я здесь не был и давай-ка мы попробуем хоть что-то сделать сразу два золотых зомби их золотыми называю на миникарте они выделены особенным цветом и дают особенно много у нас ребят очков охоты именно эти очки охоты определять кто же займет в будущем первое место 14 место сразу на 5 довольно неплохой результат и сразу на второе 3 первых зомби попавшихся у меня сразу же золотые то есть они увеличивают количество вот этого опыта по-моему на 10 в 10 раз или 5 ну я уже точно не помню ну наверное после этой локации сейчас и начну рассказывать о том что нам известно и насколько сурово будет обновление многие знают что обязательно будет связано с торговлей новая локация новая линия метро у нас будет теперь возможность поехать кому-то в гости но и самое главное что мы теперь сможем посетить какую-то определенную базу на которой будут собираться огромнейшее количество рейдеров выживших байкеров и не знаю как это ну мы будем максимально взаимодействовать с друг другом именно здесь то есть игра реально развивается взаимодействием это будет максимально онлайн новая игра и я думаю что именно кратер все-таки постепенно когда-то воссоединиться соединиться с оффлайном тут уже как минимум пасхалок у нас было несколько штук пока наш персонаж передвигается обязательно хотел бы вам припомнить что же будет за локация вот она новая локация пока что только в черно-белом но тем не менее мы уже наслаждаемся маленьким но все-таки симпатичным таким видом нашей новой локи здесь будет реально все мы сможем на новой ветке метро приезжать вот сюда торговать есть бар именно пару будет уделено намного больше чем мы думаем информации то есть у нас есть бар вот такой вот в котором по обещанию наших драгоценнейших разработчиков которые никогда ничего плохого не посоветуйте не сделают мы будем торговать алкогольными какими-то напитками эти алкогольные напитки прям сможем где-то продавать где-то что-то делать это опять-таки же еще одна ссылка к взаимодействию онлайну что тут конечно же скажешь но они конечно же хотели что-то получше если у вас когда-нибудь была мечта открыть свадьба то скоро она осуществится то сказал что конец света это повод перестать веселиться в конце концов после напряженного дня борьбы с монстрами зачистки локации хочется вернуться на свою базу и приятно провести время то есть теперь мы приятно провести время можем даже торгуя новыми видами ресурсов и понятно что это будут какие-то барные ресурсы может быть это будет выращивать то есть делать пивасик это будет все очень отлично и симпатично я думаю что никогда никто бы не был против каких-то новых обновлений нового введения это топовая думаю что никто он ни разу не будет против и я тоже один из тех кто только за видение новых игроков новых нпс новых каких-то заданий наград и самое главное что сейчас это все прям как никогда близко все что вы хотели бы узнать вот в об этом обновлении это конечно же еще вот в бытовом аспекте пост апокалипс довольно много минусов это сложно поспорить но если плюсы например много обсудить себе крутые жилища практически где угодно придется спрашивать разрешен короче ребят у нас все очень круто и мы скоро вот таких вот крутых местечек которые нам разработчики уже подготовили но это еще не все потому что у нас существует новый нпс что такое нпс это торговец но можно так и сказать типа лекаря типа что-то лекаря больше всего почему-то мне напоминает это что-то подобие лекаря так тут я по моему забрал всех золотых я буду сейчас бегать только по золотых и пытаться все-таки топовые первые места занимать а почему это лекарь потому что ну мне кажется что он будет ну может быть и не сам лекарь но какие-то роль именно лекаря каких-то заданий каких-то бонусов обязательно выполнять и как минимум я с этим соглашаюсь и на все 100 процентов доволен что нам ведут какие-то нововведения и все очень крутое так лекарь и лекарь и лекарь ты могуч ты гоняешь ста и туч естественно у нас лекарь будет выглядеть очень круто сурово вот так вот это мужик с двумя револьверами максимально похож на какого-то даже вестерна с какого-то вестерна какой-то очень крутой пацанёра мужичара он именно будет нам делать ветер и давать ну как бы развитие именно кратерских услуг и я думаю что именно этот мужичара будет основным халявным бонусом именно в кратере я думаю что пора бы давненько бы нам такого мужичка за просмотр какой-то рекламы все-таки получить бонус это было бы неимоверно круто там например ну опыта здесь да и не нужно на при шанс выпадения каких-то оружий шанс получить какие-то больше больше ресурсов ну короче рубить деревья покруче и там не знаю что то еще покруче делать это очень круто я думаю что максимально максимально этого не хватает сейчас кратере может быть естественно это будет какой-то простой мужик который прям ничего делать не будет там как мы привыкли уже видеть ничего такие мужики бывают не делать просто появился мужичара ну и исчез через некоторое время то есть на период обновы остальном конечно же все остается по-прежнему но я думаю что все таки пора бы нам вводить такого нпс который будет уже как бы выполнять свою роль такого бонусного мэна который будет добавлять крутые бонусы естественно давая нам надежды все таки найти побольше лута потому что реально сейчас кратер можно оживить нужно оживить капля вот такого вот нового дыхания думаю что оживит кратер на все сто процентов опять таки толпы народа побегут сюда в кратер где именно на уже мы привыкли фармиться уже мы привыкли конечно добывать какие-то ресурсы может быть кто-то не любит кстати очень много ребят знаю который вообще не играет например в оффлайне играет только в кратере ну и есть так же наоборот который играет только в оффлайне в кратер не 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 ногой поэтому это разделяется игра мне кажется что это в одной игре два вида ну я не знаю это в одной игре реально две игры потому что в одной игре ты в онлайне ты бегаешь где-то там фармишься пвп мне кажется неудачно совсем как-то было построено очень конечно но я не знаю я не так его видел конечно да понятно что по-другому пвп не прорисуешь то есть кто круче то ты победил ребята уже там до такой степени поразвивали свои навыки пвп шится выходить один на один или там один нас было такое что даже один убивал нескольких противников то есть нас и это прям это было очень круто смотреть что все таки игра развивается в плане того что все таки ребята умеет могу как говорится все когда-то чего-то начинали когда-то чего-то боялись я когда-то в свое время бункер браво думал что это нереально просто я просто туда фронт только появился думаю ну надо идти нужно фармить нужно проходить мне ничего не получалось очень все плохо было да я до сих пор сливаясь бункере браво но это делаю намного реже это делаю как-то более уже слаженно прохождение уже практически всегда заканчиваются собиранием всех боссов и открывание всех ящиков ну да а тв собрал это уже круто но ранить ну как только это все появилось я прям думал ну ну нереально ну как они это делать ну бункер браво это очень тупая задумка и я не был сторонником тех ребят которые просто с первого раза пошли я слил туда все и все я сидел без огнестрела и начинал практически заново это было прикольно когда у тебя куча ящиков и ничего в ящиках нет но потом конечно закрутил и завертелось и все довольно таки быстро на свое место стало я начал проходить и начал получать от этого так бы побольше удовольствия но сейчас не об этом сейчас мы именно о том что и ребята приспособились они теперь стреляет на пешных локациях прям как боги и они реально чувствуют себя как рыба в воде они расстреливают все турнир отдельная тема турниры тоже сначала думал ну как но вообще это очень хорошее решение что отмена провианта то есть провиантом проходить турниры тогда ну идешь первым местом прямо отрыв там потеешь 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 потом в какой-то определенной момент какой-то вася пупкин просто разрывает всех за 5 секунд до конца лица за 10 секунд до конца набирая с нуля до тысячи каких-то там очков и это понятно было очень большое разочарование неимоверное большое количество потраченной брони оружие всего остального но потом ты понимаешь что это все отменили и я думаю что приятно потому что кто сильнее тот у короче чем ты сильнее тем проще тебе проходить то есть чем сильнее тем проще стать еще сильнее но я думаю что это вызов это челлендж и можно конечно же пробовать смотрите два зомби в одном стояло даже незаметно если честно но вода толстяка бы мне конечно золотишкова и я наверное сейчас пойду в дубовую локу чтобы уже крепится я вижу что первое место в принципе берется довольно неплохо неплохо тоже все у нас продолжается сейчас в дубовую локу зайду и попробую как бы все-таки на первом месте удержаться посмотрим что у нас здесь получится первая дубовая локация то есть это рыжий лес здесь я сразу получаю огроменный бонус потому что здесь гнилой зомби он неимоверно крутой и на гнилой зомби который дает возможность получить ну можно сказать самое большое количество вот этих вот очков то есть сразу же там 300 это круто и ты понимаешь что ну первыми вова-вова пацаны вообще ребята надеюсь что вы часовые и вернетесь на свое место дальше естественно круче я попробую найти еще какого-то мужичка который нам поможет добыть еще больше наших очков фарм на втором месте на первом месте обязательнейшим образом у нас происходит именно поиск желтеньких у нас первое место должно закрепиться так скатаны можно на любой локации чувствовать себя более-менее каким-то ну защищенным более успешным но я думаю что есть особенные виды оружия которые дают побольше стаки уверенность и например убегать от таких прыжков очень опасны лучше всего с огнестрелом я понимаю что я взял для этого огнестрел поэтому об этом и говорю некоторые зомби которые здесь я нахожу я убиваю пристрелом но если честно это прикольно немножечко повоевать именно огнестрел я всегда любил огнестрельное оружие воевать с ним ну и пользоваться им на все сто процентов на плевун ах ты нет попал попал наверно все таки ну я на первом месте но если я буду вот так вот бегать угла в угол то ничего у меня не получится очень быстро спущусь вниз поэтому еще один рыжий лес надежда на то что у нас все пройдет максимально эффективно очень сложно ребят когда ты вот уже понимаю что турнир вот-вот закончится а у тебя никак не найдутся ну хорошие зомби именно те которые дают максимальное количество очков поэтому нужно как-то прорваться внутрь обязательно здесь должен быть один два или три зомби желтых то есть золотых которых я называю так и это ну как бы должно быть вот как подобраться это самое главное сейчас самое главное наверное вооружиться просто надо бегать и воевать то есть других вариантов сейчас не вижу здесь пепельный вот как раз у нас хорошо согрелись но не забывать что также у нас может быть конфуз теми зомби которые стоят пониже и мы можем просто нагреть на себя лишних лишнего внимания и получить так 240 я в конце получаю явно утверждая себя на первом месте и я думаю что ну тут только магия может рептилий какая-то спасти парня ну то есть взять первое место и так ребят ну то есть первое место забрал можно конечно попробовать что-то выфармить но я наверное все таки сейчас откроете ящики которые мне дались за первое место понятно что кратер изменится в лучшую сторону да то есть все что делается это делается к лучшему мы получаем дополнительную возможность какого-то фарма добычи ресурсов и всего остального так все сказал наверное остается только за турнир забрать свои естественно заработанные итак открываем и я надеюсь на катану но лучше к нему или или бар короче любое оружие эх тапки ничего там маку ахутл да правильно эх штаны ничего маку ахутл тоже неплохое оружие последнее время показал хороший результат потому что скорость итак этого оружия выросла ну что ребят в принципе я рассказал вам о пятнадцатом сезоне надеюсь что вы тоже его ждете так же как и я не забывайте ставить лайк и подписываться на канал это очень важно в продвижении контента очень важно конечно в развивании новых каких-то видосиков ну подписывайтесь розыгрыш не забывайте что все участвуют кто подписан лайкнику прокомментировать вам удачи пока увидимся уже в следующих видео в следующих видео